Этот участок в лесу в нескольких километрах от села Большая Ивановка особо охраняемая природная территория. Здесь запрещена любая хозяйственная деятельность. В первую очередь это касается вырубки. В Саратовской области без того не особо богаты на лесные ресурсы. Каждое дерево в буквальном смысле – ценность. Правда, в этот заповедник, судя по всему, уже давно не ступала нога человека. Хотя здесь не просто нужна необходима рубка – санитарная. Лес, который когда-то считался барским, теперь медленно засыхает. Сплошняком валежник, упавшие деревья, все это гниет, все это мешает молодой поросли подниматься. А когда-то это был настоящий парк. Это было прекрасное место, где гуляли люди. Иколык Андрея Рагуля приезжает сюда по несколько раз в год. И каждый раз пытается привлечь внимание общественности к почти бесхозному памятнику природы. Конечно, основная отговорка – нет денег. Ну, что-то надо делать, потому что так, как завалены наши леса, это, в общем-то, нетерпимо. Здесь еще сохранились реликтовые сосны, дубы и часть знаменитой липовой аллеи, рядом с которой местные жители устроили свалку. Мы даже не видим охранных каких-то столбиков или надписей. Но зато мы видим помойку на опушке леса. Видят выход в экологических субботниках. Проводить здесь специализированные пикники и заодно наводить порядок. На Западе даже принято такие экологические пикники, когда они просто приехали, водку попили, шашлык пожарили, но и что-то сделали. Но пока Больший Ивановский парк не привлекает даже студентов-экологов. Потому что каждый занят своим. Всего в Саратове около 80 особо охраняемых природных территорий. Это и заповедники, и национальные парки, и отдельные лесные массивы. Правда, во многих из них статус «особо охраняемая зона» пока никак не подтверждается. Жанна Гольцова, Антон Романов, ТВ-центр, Саратов.